Нельзя сравнивать то, что сегодня происходит с экономикой нашей страны с тем, что повлекли за собой большие реформы начала 90-х. Там все-таки были другие причины, там было другое отношение со стороны других государств, там были довольно серьезные пакеты помощи, были готовы помогать, сейчас этого всего нет. Во-первых, каждая страна борется за себя, несмотря на то, что артикулируется тема того, что мы интегрированы, мы все вместе, но мы все вместе и мы друг с другом дружим тогда, когда у всех более или менее все хорошо и спокойно. А сегодня, когда каждому надо себя вытаскивать из болота случившейся большой экономической проблемы, каждый, конечно, будет выбираться сам по себе. С другой стороны, если посмотреть с точки зрения более длительных исторических экономических процессов, по большому счету ничего уникального в этом кризисе нет. То есть, когда говорят о том, что, ой, такой кризис, понимаете, никогда такого не было и поэтому мы не знаем, что делать. Ну, что значит, никогда такого не было. Та же самая Великая депрессия, она тоже 90 лет назад, она сопровождалась обрушением спроса на рынках. Потому что, скажем прямо, да, вот все эти стартовые точки кризиса, там, эпидемия, не эпидемия, они экономически стали нас влиять через то, что начал уменьшаться спрос, начали уменьшаться объемы производства, всего и вся начал уменьшаться спрос, возникли принудительные меры по карантинизации населения в ряде стран и, действительно, вот тут вот все и поехало. То есть, поэтому, если мы посмотрим на позиции других стран, на то, как ведут себя правительства, развитых богатых экономик, они не пытаются нивелировать там какие-то проблемы отдельно на финансовом рынке или отдельно с какими-то производителями, они лечат первопричину экономического кризиса, они лечат спрос. Именно поэтому идет вброс достаточно больших денег. Ну и мы знаем с вами, что в некоторых пакетах программ, которые анонсированы и российским правительством, тоже уже содержатся какие-то инструменты, благодаря которым деньги попадут на руки конечному потребителю. Потому что экономика так устроена. То есть, экономика работает хорошо до тех пор, пока мы с вами тратим деньги. Если по каким-то причинам, неважно, эпидемия или не эпидемия, но если по каким-то причинам у нас кончились деньги и не перестаем эти деньги тратить, экономика начинает загибаться. И это не лечится ни национальными проектами, ни большими государственными программами. Это лечится только раздачей денег населению. Альтернативных вариантов здесь нет. Отсюда что можно предположить? Те страны, которые очень быстро, правительства которых очень быстро сообразили, что это так, и очень быстро активизировали имеющиеся финансовые государственные резервы, либо привлекли средства на заемном рынке и начали раздавать деньги в экономике, они, судя по всему, выходить из кризиса будут достаточно быстро. Ну что значит достаточно быстро? Сейчас эта история пишется буквально на наших глазах. Поэтому, может быть, они будут проседать там два квартала где-нибудь ближе к Новому году, их экономики уже начнут выбираться из этого кризиса. Вот у них будет так называемый V-образный сценарий. Вот они сейчас борются за то, чтобы минимизировать потери своей экономики, в том числе и временные. То есть, чтобы этот кризис продлился там не два года, допустим, а шесть месяцев. Те страны, правительства которых медлят и очень осторожно вводят отдельные какие-то программки, отдельные механизмы внедряют стимулирование конечного строса, вот они рискуют затянуть этот кризис. Там надо понимать, что экономика с затянутой кризисной фазой, она склонна впадать в депрессию. Депрессия – это вот тот самый L-образный сценарий, то есть, когда экономика упала, но подобный мячик, она не оттолкнулась от нижней точки и не начала здесь вот сразу же восстанавливаться и расти. Она вот опустилась и в нижней точке такой пошел боковой тренд. То есть, поехала, поехала вправо. Вот это вот и есть депрессия. У нашей экономики, у российской, у нее, к сожалению, очень много предпосылок для того, чтобы по худшему сценарию пойти. Во-первых, надо помнить о том, что в этот кризис мы зашли после практически шестилетней стагнации, когда экономика, начиная с 2014 года, она то немножко росла, то немножко падала, потом опять немножко росла. То есть, в общем и целом, где-то там в районе нуля она стояла. Считать можно по-разному, но, тем не менее, там где-то около нулевое была динамика. То есть, экономика уже имела нехорошие эмоции. И тут вот так вот раз все опустилось и можно, конечно, верить в чудеса. Правда, история экономическая говорит о том, что чудес не бывает в экономике. Но можно верить в чудеса и говорить о том, что вот сейчас нас этот кризис встряхнет и мы вот после мая, допустим, в линии рванем. К сожалению, скорее всего, такого не будет. И экономика, как вот она инертно, допустим, стояла на месте, то есть в боковом тренде, потом опустилась на несколько этажей ниже и есть вероятность того, что дальше она также пойдет. Для того, чтобы этого не произошло, точнее говоря, для того, чтобы вытащить экономику из нижних точек как можно скорее, как можно интенсивнее, правительству, конечно, следует принять очень большой пакет мер, там несколько триллионов рублей и просто вот безусловно раздать людям. Об этом, кстати, очень многие экономисты говорят, причем с самого начала возникших проблем еще к середине марта уже консенсусное мнение было у экономистов, что надо раздавать деньги. Естественно, очень много всегда разных точек зрения, что да вы что, на халяву деньги раздавать, это же нехорошо. Вот мы сейчас не говорим о том, что такое хорошо, что такое плохо. Мы говорим о том, что мы столкнулись с ситуацией, из которой есть плохой выход, очень плохой выход, а есть еще худший выход. И наша с вами задача сделать все для того, чтобы не пойти по худшему, в сторону худшего выхода и для того, чтобы пойти вот в сторону наименьших потерь. А это означает, что вот раздавать деньги надо, вне всякого сомнения. Опять же, многие говорят о том, что да ну что, зачем людям помогать, там люди и так вывернутся, у них там картошка с морковкой есть, допустим, на полях, поэтому давайте лучше спасать бизнеса. То есть смотреть на инвестиционные какие-то программы и прочие вещи. Вот спасение бизнеса, особенно небольшого бизнеса, малого и среднего, который действительно сейчас чувствует очень серьезный прессинг со стороны макроэкономической ситуации, это, конечно, тоже важный момент, но он уже второстепенен по отношению к спасению финансов населения. Даже вот сами представители компании говорят, что обращаясь к правительству, часто говорят о том, что вот не хотите вы как правительство давать деньги мне на спасение моего бизнеса? Ну не давайте, мне не надо. Дайте денег людям. Люди с этими деньгами придут на мою фабрику, закажут у меня мебель. И я потяну, я выкину. Люди с этими деньгами пойдут в мои магазины, будут у меня что-то покупать. Пойдут за моими услугами, будут у меня стричься. И в итоге мне не нужны какие-то там альтернативные кредитные программы, там процентные, беспроцентные и так далее. Я в нормальных рыночных условиях смогу работать. Если же вы мне просто дадите деньги, чтобы я сегодня не умер, а людям не дадите. Хорошо, я сегодня не умру, но люди все равно не идут ко мне в магазин. А вы дали мне деньги и сказали, вот мы тебе отсрочку предоставили на несколько месяцев, но через несколько месяцев будь любезен принеси и заплати все. Я не смогу этого сделать. Поэтому абсолютно правы те страны, которые вливают деньги на уровень домашних хозяйств, на уровень конечного потребителя. И мы тоже к этому рано или поздно придем. То есть как бы правительство не скупилось на состояние сегодняшний день, правительство ведь тоже можно понять. Во-первых, правительство, оно в течение более чем 15 лет создавало вот эти вот резервы. То есть, ну сами посудите, психологически это не очень просто. Когда вы 15 лет работали, работали в одном направлении, а потом бац, надо развернуться на 180 градусов и начать эти деньги тратить. Вы к этому не привыкли. Вам сложно сделать это одномоментно. Кроме того, скажем честно, один из ключевых источников пополнения фонда национального благосостояния и других резервных фондов – это нефтедоллар. Этот источник, он не то чтобы иссяк совсем, но он очень сильно уменьшился. И экономическим властям на сегодняшний день действительно довольно боязно. Что делать? То есть мы, конечно, можем взять и потратить 3-4 триллиона рублей, а потом он не кончится. И что мы будем делать дальше? Поэтому наши экономические власти, они, конечно, очень постепенно приходят к мысли о том, что надо вливать деньги с широкой струей в потребительский сектор, в уровень домашних хозяйств. Но происходит это довольно медленно. Поэтому, на мой взгляд, кризис, который пришел к нам, он, к сожалению, видимо, пришел надолго. Я не склонен вот тут вот паниковать и говорить о том, что, а, где там все уберем, например. Ну, однажды, наверное, такое действительно случится с каждым из нас, к сожалению. Но, тем не менее, вот достаточно длинная полоса, черная полоса в истории нашей экономики, наверное, на сегодняшний день началась. Это уже наша реальность. То есть мы этого избежать уже не можем. Мы должны экономику подтягивать вверх. Одной из сфер, на которую традиционно в непростые времена возлагаются серьезные какие-то надежды, является сфера образования. Да, то есть обычно, когда вот экономика сталкивается с очень большими трудностями, часто формируется точка зрения, что ну вот все идеи, которые мы учились, которые мы реализовывали, они отработали себя, когда-то они были хорошими, сегодня они вот завели нас в тупик. Поэтому давайте обратимся в сторону там новых веяний и давайте там посмотрим, что предлагает система образования. С другой стороны, система образования – это такая же самостоятельная и важная часть экономики, как и любой другой рынок. Есть образовательный рынок. Вот мы можем называть это по-разному, но рынок в любом случае есть. Есть там темы, связанные с человеческим капиталом, накопление которого, первичное накопление которого тоже происходит в системе образования. Поэтому, да, действительно, может быть не столько для текущей нашей жизни, но для будущего изменения в образовательной системе они могут оказаться очень важными и очень принципиальными. Грубо говоря, вот если вот сегодня вот забить на это, потому что это нас сегодня не кормит, а на будущее мы там далеко не заглядываем, будущее, оно вот с математической неизбежностью однажды все равно настанет. Роль государственного финансирования образовательной системы, конечно, возрастает в этой ситуации, потому что вот государство многое, что может оставить за борту. То есть давайте, например, в этом году не будем менять бордюры. Вот переживем мы ведь от того, что в крупных городах бордюры мы не поменяем. Но, честно говоря, от того, что мы не профинансируем дополнительное количество бюджетных мест в вузах, мы тоже переживем. Но, правда, в будущем нам это аукнется. Бордюры нам не сильно аукнется, если мы их сегодня не поменяем. А вот если мы не вольем деньги в образовательную систему, это аукнется. И еще как. Правда, не скоро, но все равно аукнется. Вот у нас система финансирования высшего образования, она выстроена каким образом? Некоторое время назад государство, оно провело подразделением университетов. Оно выделило ряд федеральных университетов, ряд университетов национальных и исследовательских. Потом вот была тема, были разговоры о формировании пула опорных университетов по регионам. Ну и есть там все остальные вузы. Где-то там с областевой спецификой, где-то с общеобразовательной. Естественно, отнесение того или иного университета, того или иного вуза к той или иной категории, оно откликается и в системе финансирования. Далее государство тоже сделало интересный шаг. Оно начало реализовывать программу повышения конкурентоспособности российских вузов с целью по максимуму приблизить уровень и качество отечественного образования, хотя бы в ряде университетов, к тому, что мы имеем на Западе. И на такой вот проектной основе оно тоже предлагало университетам участвовать в этой программе. Те, кто участвовал особо успешно и особо эффективно, они получали дополнительное финансирование, что позволяло им выйти тоже далеко вперед. Это далеко не всегда имело отношение к обилию бюджетных мест, но тем не менее. То есть государство этой сферой занималось. Если предположить, что сегодня, в ближайшее время, допустим, ситуация в нашей экономике начнет склоняться в сторону того, что мы будем падать в 90-е годы, я имею в виду экономические процессы, и если, допустим, мы доживем до того, что государство опять не сможет оказывать серьезную финансовую помощь вузам, смогут ли вузы точно так же эффективно вывернуться и выжить, и даже вырасти, как это произошло в 90-е годы? Ну, так вот, предположу, что, наверное, не смогут. Потому что, видите ли, помимо того, что у нас вузы действительно некоторые сильно привыкли жить на бюджетные субсидии, очень много сейчас существует регулирующих механизмов, то есть там, в общем, вольницы вузам, скорее всего, не видать. Поэтому, ну, да, вот зависимость, она будет довольно серьезной. Экономический фон будет ухудшаться, но вузы проиграют от этого все или нет, можно пофантазировать. Сейчас вот прогнозы заниматься делают неблагодарное. То есть, честно говоря, вот для региональных вузов, может быть, будут даже какие-то плюсы небольшие от той ситуации, которые есть на сегодняшний день. Ведь надо понимать, что в последние лет 12-15 очень серьезно возросла мобильность абитуриентов, мобильность студентов, чему способствовала практика введения единого государственного экзамена, которая позволила абитуриентам одновременно поступать в большое количество вузов в совершенно разные города. Этому же способствовал, собственно, рост благосостояния населения, которое родители смогли позволить себе отправлять детей учиться в столичные вузы, поскольку, ну, в большинстве случаев, ну, да, столичные вузы, они действительно лучше, у них другие ресурсы, возможности и так далее. Вот, кто-то даже за границу отправил своих детей. Ясно, что вот нынешняя ситуация, которая там с эпидемиологической точки зрения развразилась, она на мобильность повлияет, она уже повлияла на мобильность, и дальше, как бы, она еще на несколько периодов громким эхом сказываться будет. Поэтому часть из тех родителей из регионов, которые планировали, допустим, осенью 2020 года отправить своих детей в московские, питерские или там в европейские вузы, наверное, этого не сделали. Что это означает? Это означает, что дети, ну, они же, наверное, будут поступать здесь, будут поступать в регионах. Поэтому, ну, вот какой-то приток дополнительных абитуриентов. Если смотреть на достижения мировой науки в области, там, анализа образовательных процессов в области развития человеческого капитала, там ведь есть максима, которая говорит о том, что абсолютно все хозяйствующие субъекты, абсолютно все, и государство, и бизнес, и домохозяйство, и сами простые смертные люди, они, безусловно, выигрывают от того, что уровень человеческого капитала подрастает. Поэтому вот здесь еще раз повторю тезис, который я уже упоминал. Здесь очень важно, чтобы государство обратило внимание на эту сферу. Вот такие изменения в экономике, вот такие большие проблемы. Вот наверняка что-то поменяется, возникнут новые рынки, новые профессии и так далее. Вот много приходится слышать и читать таких тезисов. Несколько лет подряд уже шла вот эта тема. А давайте будем там дистантные формы развивать и так далее. Но через не хочу так потихоньку в каких-то вузах это появлялось. А сейчас, видите, раз и в принудительном порядке либо ты хочешь выжить, либо ты не хочешь выжить в этой ситуации. И, в общем-то, все освоили. Кстати, на мой взгляд, это хороший сигнал. То есть нет таких вузов, которые сказали, ой, мы не можем перейти на дистантную форму. Оказывается, что все смогли. То есть такой вот мобилизационный потенциал нашего образования, он, видимо, достаточно сильный и достаточно мощный. Вот вузы сейчас проходят очень интересный этап. То есть вот действительно многие администраторы университетские, они вот говорили в последние годы, что вот больше дистанта и так далее и тому подобное. Вот сейчас мы массово этот дистант пробуем. И очень скоро, ну даже не очень скоро, а уже сейчас, я как действующий преподаватель это могу сказать, мы получаем обратную связь от преподавателей, мы получаем обратную связь от студентов. И эта обратная связь далеко не всегда восторженная. У дистанта есть свои плюсы, у дистанта есть свои минусы. Система образования традиционно в нашем обществе воспринималась не просто как вот система сидения за партой и получение там автоматическое получение знаний. Это система социализации. Дистантная форма при всех своих преимуществах социализация не обеспечивает. Ну и сами понимаете, что вот люди за социализацией будут тянуться в университеты. Поэтому, скорее всего, мы пройдем примерно тот же путь, который прошли и переданные западные университеты. Напомню, что у них вот онлайновые курсы массово начали появляться в 2011-2012 году. И это сразу же действительно было возведено в рамках мания грандиоза, то что вот сейчас все образование туда уйдет. Оно туда не ушло. То есть, действительно, онлайновые курсы появились. Потом их количество заметно сократилось. И где-то вот на, не скажу по процентам, но на каком-то уровне оно там замерло. То есть, дистантное образование, оно заняло свою нишу, но оно от них не отменило и от них не аннулировало оффлайнового образования. Поэтому, когда мне говорят о том, что ну слушайте, вот сейчас вот из-за вот этого массового онлайна возникнет избыточная инфраструктура, что с ней делать, там увольнение, сокращение и так далее. Я практически уверен в том, что в этом необходимости нет. То есть, понятно, что со стороны администрации университетов, которые ведают от людей, которые ведают хозяйственно-финансовые деятельности вузов, может возникнуть какая-то пассионарность, там под лозунгом, что бюджет сокращается, поэтому давайте что-то оптимизируем. Но так, чтобы вот массово взялась и сократилась вся инфраструктура, такого не произойдет никогда. Более того, давайте посмотрим на это с рыночной точки зрения. То есть, действительно, у нас есть такие образовательные программы, на которых бюджетных студентов минимум. И там действительно, что называется, рынок платит деньги. А рынок, он вот за просмотр роликов в интернете, он едва ли готов будет платить вот такие же самые суммы, которые рынок готов платить за оффлайновый поход в университеты. Поэтому здесь вот с какой стороны не поглядите, на самом деле для оффлайнового образования останется очень-очень много места, и оно никуда не денется. Ну, это даже не упоминает того, что есть вещи, которым в оффлайновом формате научиться невозможно. То есть, нужен контакт. Опять же, когда вот даже посмотрите на те же самые программы повышения конкурентоспособности университетов, там постоянно говорится, вот надо развивать научные школы, вот это государство готово поддерживать. Вот научная школа, вот так вот она и не развивается. Научная школа, это когда вот мы с профессором идем по вечернему коридору университета, там больше никого нет, мы ручки за спину сложили, и так вот идем и о чем-то рассуждаем. Вот она главная работа. Вот она та же самая социализация и научное продвижение. И вот именно в этом споре, пока мы идем от столовой до кафедрального кабинета, рождается какая-то истина, какая-то гипотеза, которая потом войдет в статьи, будет опубликована. А где-нибудь еще чем, черт не шутит, Ненобелевскую премию потянет в каком-нибудь университете. Действительно, в том, с чем мы столкнулись, можно по-философски найти и позитивные нотки, и негативные. Конечно, сталкиваясь с любым кризисом экономическим, мы сначала испытываем шоковое состояние. Ну, в основном это связано с психологией, потому что вот у меня были определенные планы, планы на лето, планы на осень. Сейчас этим планом не суждено сбыться, и, честно говоря, я растерян. Когда вот только начинался у нас режим самоизоляции, было же очень много мемов, очень много смеха о том, что вот как мы будем там друг с другом сосуществовать дома. То есть у нас будет там домашнее насилие и все что угодно. Но если верить сводкам, которые поступают информационные, этого не произошло. Опять же, на мой взгляд, это позитивно характеризует наших с вами сограждан. Да, то есть люди там не скорбились, люди не стали там волками смотреть друг на друга. То есть люди, значит, нашли чем заняться. Мотивы человеческой жизни не меняются, значит, поведение человеческое будет точно таким же. А то, что новые технологии где-то делают нашу жизнь попроще и интереснее, так и слава богу, что они есть. Они входят в нашу жизнь. Но, опять же, на новые технологии, на технический прогресс тоже к ним надо относиться осторожно. То есть, что бы ни говорили о том, что цифровизация и прочие новые технологии пор не меняют нашу жизнь, вот в мире технологический прогресс известен, такой мощный технологический прогресс известен с конца 18 века. Что бы ни происходило, какие бы нововведения ни появлялись, процентов 90 с лишним населения все равно остается работать во вполне традиционных отраслях для себя. Поэтому вот какой-то такой вот спряски-перепряски, а, послезавтра мы там почти все станем безработными. Да никогда такого не было. И нет никаких оснований думать о том, что сейчас будет иначе.